Мягкие ткани вырезаны, на щеке остался шрам. Любовь Федоренко считает, что стала подопытным кроликом в руках молодого хирурга, который устроился в барнаульскую клинику Антуриум и только набирал портфолио. Женщина тоже работала в этой организации мастера маникюра и постоянно слышала от начальницы, что ей необходимо сделать фейслифтинг, то есть подтянуть лицо. Процедуру предложили сделать в подарок. Ты работаешь в клинике, нужно выглядеть соответственно. При каждой встрече мне намекала на мой возраст, что я не так как-то выгляжу. Заселила мне комплекс неполноценностей. Женщина согласилась на операцию, только спустя пару дней у нее начались осложнения. В клинике успокаивали, гематома переросла в кисту, но мы вас вылечим. Несколько месяцев оплачивали больничную компенсацию, бесплатно проводили все обследования. А потом, рассказывает Любовь, побоялись, что женщина со шрамом будет разносить слухи о клинике и предложили уволиться по собственному желанию. Я сейчас рассматриваю это дело с точки зрения наличия или отсутствия вины, именно с точки зрения дефекта оказания медицинской помощи. Но если рассматривать дальше, то там есть еще и трудовые правоотношения, которые тоже могли быть нарушены. После операции в Антуриуме Любовь Федоренко бесконечно ходила по врачам, чтобы исправить свой неудачный фейслифтинг. Потом оказалось, что она почти год ходила с салфеткой в лице. Женщина обратилась в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей. В самом Антуриуме жалобу женщины называют потребительским экстремизмом. Говорят, что Федоренко просто захотела нажиться на клинике. Таким образом, путем шантажа, можно заставить выплатить крупную сумму человеку, который сейчас находится на пенсии. В клинике ждут результатов медэкспертизы, которая может показать, что салфетку вообще оставил другой врач, который дважды оперировал любовь уже в другой клинике. Кто же все-таки этот фокусник, который оставил салфетку в лице женщины, и была ли она вообще, теперь покажут медицинская экспертиза и многочисленные суды, которые предстоят нашей героине и руководству клиники Антуриум. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корщегина, Андрей Печоркин. Наши новости.